Альвеолярный протеиноз Диагностика основывается на рентгенологической картине, на данных бронхоальвеолярного лаважа, а также заключении гистологического исследования. Лечение подразумевает прежде всего тотальный бронхоальвеолярный лаваж. Также иногда полезным бывает применение рекомбинантного ГМК-СФ и в тяжелых случаях это трансплантация легких. Метод конфокальной лазерной эндомикроскопии в России особо неизвестен. Ввиду своей дороговизны прежде всего, однако он заслуживает внимания прежде всего потому, что является уникальным в плане возможности прижизненно, минимально инвазивно, в реальном режиме времени визуализировать структуры интернационарной структуры. Создан этот метод был для того, чтобы выполнять так называемую оптическую биопсию вот этим зондом, который имеет диаметр меньше полутора миллиметров. Осуществляется исследование, проводится минизонд через инструментальный канал бронхоскопа. Практически любой бронхоскоп позволяет выполнить данное исследование. Далее проводится дистально к самому дыхательному компартменту и с помощью использования лазера синего цвета с длиной волны 488 нм осуществляется исследование. Что мы видим при использовании лазера с данной длиной волны? Прежде всего это эластин. То есть это основная структура, которая светится и позволяет нам видеть каркас мелких бронхов, структуру альвеол, а также кровеносные сосуды и альвеолярные макрофаги. Прежде чем перейти к патологическим изменениям, которые выявляются данным методом, следует рассмотреть то, что мы видим у людей, не страдающих заболеваниями легких. Итак, у некурящего пациента альвеолы имеют четкую округлую форму с толщиной межальвеолярных перегородок не более 10 микрон. И секреты, какие-либо клеточные компоненты в просвете обычно отсутствуют, не визуализируются точнее данным методом. У курильщика структура альвеол аналогичная, с той лишь разницей, что в просвете выявляются в различной степени присутствующие альвеолярные макрофаги, флюоресцирующие за счет включения табачных смол. Мы располагаем довольно обширным опытом использования альвеолоскопии у пациентов с гетерогенными заболеваниями легких. Однако, наиболее интересные и даже неожиданные факты были получены именно у пациентов с альвеолярным протеинозом. Итак, нам удалось собрать шестерых больных мужского пола от 34 до 59 лет. Пятеро из них были заядлыми курильщиками, один никогда не курил. Всем больным выполнялось тотальное промывание легких последовательно с интервалом в неделю, сначала правое, потом левое. По стандартному протоколу в среднем выполнялось от 12 до 15 заливок теплым физиологическим раствором. Мануальная перкуссия осуществлялась для повышения эффективности отхождения внутрепросветных компонентов. И далее жидкость вытекала под действием силы тяжести. Интересно, что у одного из шестерых больных промывание было выполнено только с одной стороны. То есть тотальный бронхальвеолярный лаваш выполнялся только справа. От второй процедуры пациент просто отказался. При этом получалась жидкость. Видно различие между первой и пятнадцатой порцией. Первый практически сразу выпадал осадок, представлявший собой на цитологическом исследовании аморфные массы. Вместе с различным количеством макрофагов, которые в основном были дистрофически измененными. А в последней порции эти глыбки тоже присутствовали, однако они были уже в единичном количестве. Таким образом выглядит запись фильма, которую мы получаем при альвеолоскопии. Запись осуществляется очень быстро, поэтому мы посмотрим ее на стоп-кадре. Сначала происходит визуализация терминальных бронхиол. Таким вот образом выглядит. То есть мы видим эластические волокна с характерным поперечным рисунком и эффект усиления флуоресценции за счет анатомических особенностей ввиду наличия гладкомышечных компонентов. Далее при более дистальном продвижении мини-зонда мы достигаем непосредственно альвеолярных структур. Начинается визуализация просвета альвеол. Здесь мы видим большое количество компонентов. Те, которые более ярко флуоресцируют, это клеточные элементы, непосредственно сами альвеолярные макрофаги, которые и внутри себя содержат эти белково-липидные субстанции, и также склеиваются в конгломераты различные по форме, округлые или неправильные, нагруженные этой липидной субстанцией снаружи. Продвигаясь дальше, мы встречаем опять же эти комплексы. Там, где флуоресценция более яркая, количество клеток больше, где она более тусклая, соответственно, больше беструктурного вещества аморфных масс. Видим, что сохранены межальвеолярные перегородки, что морфология их практически не нарушена. Толщина нормальная. Выпадаются, причем видно, что часть альвеол заполнена полностью, часть в какой-то степени, некоторые из них совсем свободные, с единичными клетками. В следующем фильме мы также видим достижение просвета альвеол. Видим опять же эти гигантские клетки, гигантские меграфаги, нагруженные беструктурным веществом. На данном стоп-кадре мы видим, что практически весь просвет, все поле зрения заполнено именно аморфными массами с единичными вкраплениями элементов с яркой, более выраженной аутофлуоресценцией. То есть это варианты, которые встречаются при альвеолятном протеинозе. Для оценки количества клеточных и неклеточных компонентов в просвете альвеол мы разработали полуколичественную шкалу, где ноль баллов означало полное отсутствие, то есть свободный просвет от флюорестирующих элементов. Один балл – единичные клетки и неклеточные структуры в поле зрения. Два балла – соответственно, менее 50% в поле зрения, три балла – 50%, четыре – более 50% и пять. Фактически все поле зрения было занято этими компонентами. Суммарный эндомикроскопический паттерн при альвеолярном протеинозе представлен на данных эндомикрофото. Нормальная картина встречалась у пациентов с альвеолярным протеинозом менее чем в 10% осмотренных бронхоальвеолярных областей. И остальные 90% были поделены между вот этими тремя картинками. То есть, опять же, повторюсь, что это ярко флюорестирующие альвеолярные макрофаги, в том числе гигантские, то есть больше 40 микрон в размере, объединяющиеся в комплексы, склеенные между собой за счет этой субстанции, белково-липидной, которая может наблюдаться в просвете в свободном состоянии. При этом сохранены межальвеолярные перегородки. Структура их не изменена, они не утолщены, не истончены, нормальной формы сам просвет альвеол. И комплексы эти могут быть различные по форме. Здесь представлен один из комплексов в размере 143 микрона. Встречаются они и до 300. После выполнения бронхоальвеолярного лважа количество внутрипросветных субстанций существенно уменьшалось. То есть, при подсчете по представленной высшей шкале их количество составляло уже от 0 до 2 баллов. А теперь самое интересное. У того пациента, у которого было промыто только правое легкое, через год на компьютерной томограмме, мы видим с левой стороны его первичную томограмму, и через год, соответственно, лишь два очишка, один справа, второй слева, 35-13 миллиметров в диаметре соответственно, что позволяет говорить как минимум о рентгенологическом, спонтанном разрешении заболевания с левой стороны. Однако при альвеолоскопии, которая была выполнена сначала в сегментах, где согласно данным компьютерной томографии высокого разрешения были выявлены изменения, мы видим, что при альвеолоскопии действительно также сохраняются в той или иной степени флотирующие, флюорисцирующие комплексы, альвеолярные макрофаги, секрет и беструктурное вещество. Однако при выполнении конфокально-лазерной эндомикроскопии в тех отделах, где изменений не было, мы видим в настоящий момент пенетрацию бронхиолы терминальной и проникновение мини-зонда непосредственно к структурам в альвеолярный ход к альвеолярным мешочкам и самим альвеолам. Это нормальная ситуация, потому что ширина самой терминальной бронхиолы не позволяет напрямую завести зонд. И мы видим, что картина далека от нормальной, также присутствуют клеточные элементы и их довольно много, они крупные и беструктурная аморфная масса вокруг. При анализе результатов непосредственных и отдаленных было видно, что сразу после выполнения тотального бронхо-алвеолярного вожа существенно уменьшается у всех пациентов количество внутрипросветных субстанций. И далее у отдельных пациентов через 3, 6 и 18 месяцев начинается повторное их накопление прогрессивное. Для подтверждения гипотезы о более высокой чувствительности метода конфокальной лазерной эндомикроскопии по сравнению с методом компьютерной томографии высокого разрешения при идейном вдохновлении от Виктора Николаевича на данном этапе исследования мы выполняли у двух пациентов одновременное исследование. То есть альвеолоскопия проводилась прямо на столе для компьютерной томографии в двух сегментах, где были изменения согласно выполненным предварительно снимкам. То есть были участки матового стекла и булыжный мостовой, а также в двух сегментах свободных от этих изменений. Ввиду того, что наконечник мини-зонда содержит металл, никаких проблем различить его на снимках не было. Примерная плотность его около 3000 единиц Хоунсфилда. Вот здесь мы видим последний скан, на котором он еще различим. и участок, где уже его не видно. Ширина шага 5 миллиметров. Соответственно, в тех участках, где изменений не было согласно данным КТ, мы получили такую картину, то есть присутствовали все равно внутри просветные комплексы. Примерное количество их было от 1 до 3 баллов. Но в тех участках, где изменения на КТ были, эти изменения были более выраженными на аллеалоскопии. То есть комплексов было больше, доходило в среднем от 2 до 5 баллов. Эти данные позволили нам опубликовать серьезную научную работу в одном из ведущих американских журналов, посвященных проблемам бронхологии, и получить патент на изобретение Российской Федерации. Однако стоит остановиться на том, что энтомикроскопический паттерн при альвеолярном протеинозе не уникален. Здесь представлены данные по пациенту с липоидной пневмонией. Это пациент-хронический конюльоноситель по поводу стеноза гортани в связи с лучевой терапией при раке. И липоидная пневмония развилась в результате систематического попадания вазелинового масла в просвет дыхательных путей, так как он его использовал для ухода за трахеостомическим отверстием. Мы видим компьютерные томограммы изменения, очень похожие на таковые при альвеолярном протеинозе. И энтомикроскопический паттерн также демонстрирует сохранность альвеолярных структур. Стрелками показаны стенки альвеолярные. В просвете присутствуют и альвеолярные макрофаги, в том числе гигантские, которые объединяются в комплексы вместе с липидами. Поле может быть полностью заполнено беструктурными, аморфными, умеренно флюористирующими массами. А также встречались единичные поля, где просто капли липидов флотировали отдельные. У данного пациента также при видимом очаговом поражении на компьютерной томограмме практически во всех отделах, за исключением трех сегментов осмотренных, были выявлены такие изменения. То есть поражение при конфокальной эндомикроскопии было более масштабным, чем на КТ. У пациента с инвазивным легочным аспергеллезом помимо типичных изменений, характерных только для данного заболевания, также были выявлены крупные клетки, похожие на таковые при альвеолярном протеинозе, которые могли объединяться в комплексе, но их было гораздо меньше. То есть это были единичные поля. И повторюсь, что были еще характерные только для инвазивного аспергеллеза. Данные, позволяющие дифференцировать картину эндомикроскопически. При гистиоцитозе, кроме специфических изменений, не характерных для альвеолярного протеиноза, таких вот булл, также в отдельных полях определялись флоресцирующие неоднородные зернистые комплексы и гигантские альвеолярные макрофаги. Таким образом, у пациентов с альвеолярным протеинозом в дыхательных путях накапливаются как в просвете терминальных бронхиола, так и в просвете альвеол, ярко флоресцирующие зернистые комплексы, представляющие собой совокупность клеточных и неклеточных элементов. Изменения эти более выражены в тех отделах, где, согласно данным компьютерной томографии, выявляются изменения по типу матового стекла и булыжно-мостовой и менее выражены, но присутствуют в тех зонах, где этих изменений, согласно компьютерной томограмме, нет. То есть, эти факты позволяют заключить, что поражение легочной паранхимии диффузное, а не очаговое, как считалось раньше, при заболеваниях, сопровождающихся накоплением в просвете альвеол белковых, липидных или тех и других веществ. И метод альвеолоскопии может быть очень полезным в диагностике таких заболеваний, а также для оценки результатов стандартной и экспериментальной терапии заболевания. Благодарю за внимание. Спасибо.